здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас техника сухая кисть и так по материалу акварельная бумага 30 на 40 масло сажа газовая кисти синтетика можно конечно использовать щетину я знаю художников которые неплохо щетины справляются вот конкретно у меня кисти номер 16 номер 8 овальная какие-то кисти уже поменьше шестерочка и можно использовать четверочку но также конечно не забываем про ластик клячку конкретно у меня это кохинор смотрите какие принципы работы можно работать от пятна то есть мы набираем какой-то большой участок тоном и потом уже из этого ищу форму либо как я конкретно в этой картине я использую более такой линейный рисунок то есть обозначаю глаза нос рот и уже по этим каким-то определенным точкам ищу ориентиры и вот и беру такой вот довольно таки небольшую кисть сначала для глаз это овальная восьмерка овальная шестерка и набираю тон после этого можно уже уточнять детали можно корректировать вносить какие-то мелкие акценты но сначала надо как и в традиционной живописи мы набираем тон ищем теневые участки свет и уже от этого от этого собственно ведем работу свою ну а дальше бой вступает наш пластик довольно таки незаменимая вещь в технике сухая кисть придаю ему нужную мне форму и начинаю прорабатывать шерсть шерсть делаю по направлению роста волос где-то линии где-то ставлю просто точечки но при этом это нечто хаотичное волосок может набегать на волосок но ни в коем случае не делаю это заборчиком высветляю какие-то необходимые мне участки и после этого еще раз прохожусь кистью беру восьмерочку и там где у меня теневые участки в нашу дополнительный тон придавая тем самым объем и реалистичность работе усы делаю довольно таки отрывистыми движениями беру мелкую кисть и прописываю еще какие-то нюансы работа движется к концу и хочу сказать что вообще техника сухая кисть это нечто пограничное между графикой и живописью мой путь начинался именно с неё здесь я как раз и научился брать правильно тонально тональные отношения разобрался что такое светотень ну и потом дальше уже приступил к более каким-то сложным техникам еще очень важный момент масло на бумаге сохнет в течение 12 14 часов то есть в это время вы можете вносить какие-то коррективы пластиком и и Продолжение следует...